Отсутствие бензина стало причиной крупной аварии на Кремлевской дамбе. Там столкнулись две Део, Матисс и Некси. Первая была не способна больше самостоятельно передвигаться, кончилась с топливом. Автомобиль остановился и в это мгновение резкое ускорение вперед ему придала Некси. Подробности расскажет Дмитрий Аринин. Матисс постоял, сломался, бензин закончится. Водитель микролитражки не предполагал, чем для него обернется вынужденная остановка. Машина неожиданно заглохла прямо на ходу. Уже собирался выйти, чтобы достать и выставить знак аварийной остановки, но не успел. На полном ходу сзади в Део, Матисс врезался Део, Некси. От полученных повреждений об автомобиле потеряли в размерах. Он не смог, если бы он повернул, его сбили бы. Он не смог даже повернуть включить, затормозить тоже не смог. По словам родственника водителя Део, Некси, столкновений сбежать было невозможно. Он заметил стоящий автомобиль слишком поздно. Говорит, что соседнюю полосу занял автобус и вернуться было некуда. Но вот водитель Матиза с этим был не согласен. Он уверен, причиной стала не только невнимательность, но и слишком высокая скорость Некси. Пробка, сама знаешь, 65 км в час вроде бы, не знаю, по-моему так, 65. Ну вот, они говорят, что 160, 165, а как, как, невозможно, это пробка, я сама знаешь. К счастью, люди в результате этого тарана не пострадали. Если бы водитель Матиза успел подойти в багажнику своего автомобиля, исход аварии мог быть гораздо печальнее. Кто прав, кто виноват, будут теперь выяснять автоинспекторы. Все участники ДТП отправились по домам пешком. И Матиза Нексию забрал эвакуатор. Своим ходом передвигаться они уже не могут. Дмитрий Аринин, Алла Рыкова, Затцемигульным, Вызов 112.